Следующая пица, которую мы сыграем, называется «Нет никого лучше, чем ты». Вообще, вы знаете, почему на джазовые концерты стало ходить меньше народу? То есть, когда пишут на афише «Джаз», люди очень резво развращаются в обратную сторону, бегут очень быстро. К сожалению, сегодня происходит так. В этом я считаю, что в каком-то смысле виноваты музыканты тоже. Потому что очень много авторской музыки, мягко говоря, они всегда очень удачные. Я привожу это как пример всегда так. Вот представьте себе, если классические музыканты начнут все играть свою авторскую музыку. Через сколько минут закончится классическая музыка по определению? И то же самое касается другой части джазовой музыки, когда ты предлагаешь, давайте сыграем вот это. Ой, это избитая тема, я это играть не буду. Это много разыграли. Возникает такой вопрос сразу. А скажем, оперу Аиду, ну давайте не играть уже, 200 лет играем. Ну вот, поэтому очень часто джаз воспринимается как маргинальное искусство. Хотя, на самом деле, в наши 60-е годы это была музыка, на которую ходили стадионы. А в 40-е годы это просто была ресторанная музыка, в которой ходили люди на музыку такую и танцевали. Я надеюсь, что когда-нибудь это вернется обратно, потому что это замечательное искусство. Это один из столбов современной музыки. Классика и джаз. There will never be another you. Играет музыка 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 Играет музыка